В октябре в области пройдет микроперепись населения. Об этом сообщают в Кировстате. Вопросы в большинстве будут те же самые, что и в переписи 2010 года. У жителей спросят о занятости, уровне образования и доходах. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. На озере Байкал загорелся круизный теплоход, который был сделан в Кировской области. Происшествие случилось 2 августа. Все началось со взрыва двигателя в машинном отделе, после чего теплоход начал гореть. На борту было 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Людей эвакуировали на специальных плотах. Есть ли пострадавшие и погибшие, пока неизвестно. Стоит отметить, что теплоход, на котором произошел взрыв, был изготовлен в 1991 году на Сосновском судостроительном заводе в Кировской области. Управляющие компании Кирова проверят на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщили в городской администрации. Специальная комиссия проверит только те организации, в ведении которых находится наибольшее количество многоквартирных домов Кирова. Особое внимание ревизоры уделят тепловым сетям, трубопроводам и тепловой изоляции на тепловых пунктах. Также члены комиссии проверят состояние снегозадержаний на крышах домов. Проверка начнется с 9 сентября и продлится 4 дня. Дымковская игрушка произвела фурор среди китайской молодежи. На российско-китайском молодежном форуме в Чинду прошел День России. Каждый регион участник Приволжского федерального округа продемонстрировал достижения и культурные традиции территории. Программа включала презентации, творческие и спортивные мастер-классы, вокальные и танцевальные номера в национальных костюмах. Кировчане организовали мастер-класс по лепке дымковской игрушки, где все желающие могли попробовать свои силы в ручной раскраске предметов народного творчества.